Я еще хотел бы уточнить несколько моментов по поводу вот этого уверенного роста или уверенного выхода из кризиса. Если посмотреть, то у нас, по сути дела, более-менее нормально себя сейчас чувствует это финансовый сектор, насколько я понимаю, банки. И более-менее очнулись металлурги, которые там увеличивают свой экспорт. В то же время, например, по строительству за прошлый год, если верить Госкомстату, цифры сохранились на уровне 2009 года, сельское хозяйство рост практически отсутствует, там 0,4%, грузовые перевозки сократились на 22,5%, розничная торговля, там, лишь небольшой, там, на 6,8% рост по сравнению с 2009 года, но в 2009 году она просила на 16%. И, собственно, вопрос в следующем. Многие говорили о том, что вот после кризиса мы опустимся на дно, оттолкнемся от него ногами и очень быстро пойдем наверх. Но вот этого быстрого роста нет. И, ну, если не считать, опять-таки, финансовый сектор и металлургию, да, вот на ваш взгляд, с чем связано, что мы все-таки очень-очень медленно набираем эти обороты? Знаете, немножко не соглашусь с вами, во-первых, по секторам, вот, потому что вы правильно назвали металлургию, но кроме металлургии очень быстро растет машиностроение, вот, растет производство в химии, растет, начало расти производство в пищевой промышленности, да. Единственное, что, ну, тот сектор, который практически не развивался действительно, это строительство. Но даже в последние там месяцы уже наметивались какие-то позитивные тенденции. То есть по году мы, конечно, не увидели существенных улучшений в секторе, вот, но если мы посмотрим, что там происходило в течение года по месяцам, то в последний квартал, даже, возможно, там чуть-чуть больше, месяцев пять, да, мы уже видели улучшение в этом секторе. Вот, если вы даже просто посмотрите вокруг, да, то на многих бюлбортах появились, появились уже рекламы о том, что банки готовы кредитовать недвижимость, да. Это тоже первая ласточка, которая говорит о том, что деньги пойдут в этот сектор, и думаю, что он будет, ну, уже в этом году он покажет плюс, будет расти строительство. А вот, что же касается, да, в целом экономики, насколько быстро она растет. Ну, вы знаете, тот рост, который мы видели до кризиса, когда у нас там было в среднем в 7%, а в некоторых годах, в 2004-м, было 12%, думаю, что в ближайшее время этого не увидят. Да, и причина, потому что тот рост, честно говоря, был, ну, это было перегрев экономики, как говорят, вот, потому что, ну, очень быстро росло производство, в основном, это росло за счет того, что был рост внутреннего потребления, он подпитывался банковским кандидованием, и при этом никто не обращал внимания на риски, то есть было важно, да, для банка было самое важное, когда больше клиентов привлечь. Поэтому о тех-то просто мы сейчас говорить не будем. Но если мы посмотрим на экономику Украины, вот у нее рост в прошлом году составил 4,5-4,8%, да, по предварительным оценкам. Вот, если мы посмотрим на ближайших соседей Украины, то это очень хороший результат. Практически ни одна из стран, центральная и восточная Европа, думаю, не покажет такого роста. Но в России, по-моему, только 4,4,4,1% у России. На этом, да, Россия, да, Россия около 4%, да, там выше рост будет, наверное, в Турции около 7,5-8%, но в целом по региону, да, где-то в среднем рост будет около 2% составил. Вот, поэтому на фоне других стран экономика расстановилась достаточно быстро. И вот по прогнозу на этот год, по концентрическим оценкам, которые делаются многими экономистами, не только, как бы, которые находятся в середине стран, но и за рубежом, да, то ожидается, что Украина останется одной из самых быстрорастущих экономик. Это все сейчас относительно, а ситуация в мире не настолько, действительно, располагающая, как она была до кризиса, поэтому на фоне, как бы, этой ситуации, я считаю, что Украина хорошие результаты показывает.